Вашим вниманием представляется главный тренер команды Караганинского «Шахтер» Виктор Балютович Кулыков. Что не получилось в этом матче? Ваши впечатления? Ваши планы подготовки к чемпионату входило. С другой стороны, будем надеяться, что праздновать теперь нечего нам, как в прошлом году мы попраздновали и проиграли 3-0 в первом туре. Будем делать выводы, что не получилось в официальной игре, мы посмотрели футболистов. И дальше будем двигаться. Начинается чемпионат. И теперь основная наша задача в этом году – это победа в чемпионате страны. И мы будем все делать для того, чтобы выигрывать. Футбол без поражения не бывает, к сожалению. Ну и побед не бывает без поражения. Поэтому будем стараться дальше играть лучше. А как вы играете сегодня кутерникам Ваших октября? Ну, в принципе, Октюбинск играл в тот футбол, который мы и ожидали. Старался мяч контролировать. Здесь главное было реализовать те моменты, которые создавались. И у них, и у нас примерно было поровну хороших моментов. Ну, в принципе, они смогли забить, использовать ошибку наших защитников, которые не разобрались в ситуации. А мы, в отличие от них, не смогли использовать. Хорошая команда, хороших футболистов они взяли, естественно. И я думаю, они сильнее стали, чем в прошлый момент. Не хватило ли сегодня Джидича в оборонке? Да, знаете, мне не хватило. Джидича сейчас говорить об этом. Я думаю, и Малый не хуже сыграл, в принципе, чем Джидич. Поэтому не будем. У них тоже кого-то недозаявили, кто-то не играл. Поэтому в этом плане мы в равных условиях были. А в голевом моменте там участвовали совсем другие игроки. Мы в таких эпизодах и без Джидича должны разбираться. Поэтому я не думаю, что именно отсутствие Джидича. В общем и целом мы сыграли не так, как нужно. Чувствовалась какая-то усталость. Особенно у тех, кто со сборной вернулся позавчера. У нас таковых было 5 человек. Не очень хорошо выглядели и те, кто за молодежью играл. Тот же Муртазаев имел два стопроцентных момента. Мог забить и не забил. Может, посвежее был бы и забил. Не знаю, сейчас об этом во всем говорить. Мечтать, что было бы так или так, не будем. Я не считаю, что Джидич здесь хороший футболист. Но как бы сложилось, никто не может сказать, если бы он играл. Такое впечатление, что именно не хватало центральной зоне Вичуса и Канеца. И пока не решил проблемы. У сбора легко, у второго крема не хватит. У нас Вичус всю игру играл за сборную Литвы. Байжанов практически всю игру играл. Фернандес после травмы тоже видно не до конца. Мы планировали там замены на эти позиции. Но потом обстановка сложилась так, что нужно было на других позициях менять. Поэтому я примерно знал, что они не смогут всю игру играть. Кто после травмы, кто со сборной где-то подсядут в конце. Но не получилось все поменять. А так, опять же, как и в случае с Джидичем, не факт, что играл бы в Витязь, мы бы выиграли. Насчет автобусов, там 50 было, 55 даже. А про УИФа я не разобрал. Ну, это отношение к делу не имеет. Каждой команды какие-то традиции. Наверное, и Актюбинск что-то делал, и мы что-то, и другие будут делать. Надо на этом заострять внимание, ребята. И так на всю Европу раздули с этим бараном. В прошлом году мать за Суперкубок против Астаны был очень драматичным. Было сразу пять мячей. Вы могли бы сравнить накал той игры и сегодняшний матч? Я могу сказать, что в прошлом году мы гораздо лучше, потому что нам конкретно сказали, что Суперкубок надо выиграть. И мы где-то нагрузки по-другому спланировали. И конкретно к этой игре готовились, а за ней пошел у нас провал, если помните. В этом году мы готовились по-другому. Я уже говорил на эту тему. Ну, естественно, когда забиваешь пять голов, игра интереснее. И по накалу там триллеровый сценарий был такой. Сегодня все как-то попроще. Я бы эту сегодняшнюю игру сравнил с игрой с Ардабасы. Там тоже один в один все. Так же на контратаке забили, так же мы не забили. Какие-то не смогли использовать. Все похоже на тот матч больше, чем на прошлогодний. Нет, мы персонально не играли ни с кем. Просто получилось, что Неку играл слева, а Симчевич у нас правый защитник. И поэтому там как бы все время у них между собой вот эти единоборства происходили. А здесь, там совсем другая ситуация с пропущенным голом. Там у нас, если помните, был стандарт. И очень неудачно на подборе Конезбаев распорядился мячом. С чего все. Он отдал практически в ноги передачу, вместо того, чтобы пробить там или перебросить. А два защитника, которые были на подборе, они просто не разобрались, кто должен сыграть. Элементарный, простой момент. Кто-то должен был сказать, я там, и выбить этот мяч. Один на другого понадеялись. Ну, это, видно, не суждено. Такие ошибки допускать, я думаю, раз в несколько лет они бывают у защитников, чтобы так не разобраться. Сегодня, видно, не наш день. Дай Бог, чтобы другие все были нашими. По ощущениям, ваша команда, футбольный клуб Актьюбе, плюс футбольный клуб Кайрат и Астана, специалисты причисляют именно эти команды к фаворитам этого сезона. По ощущениям, как вы считаете, этот год будет более интересен, исходя из того, как команды укрепились, как провели предсезонку? Я считаю, что да. Потому что каждый год чемпионат сильнее становится. Этот год не исключение. Посмотрите, сколько футболистов дорогостоящих были приглашены в эти клубы, которые вы называете. Я бы там и пару других клубов не сбрасывал со счетов. Поэтому чемпионат будет интересный. Единственное, все вот эти клубы, что вы назвали, наверняка попадут в шестерку, я думаю. Ну, а дальше будет еще интереснее. И я думаю, к этому времени еще и игра наладится у всех. Сейчас как бы все равно первые матчи после сборов они не дают полной картине. Где-то после пятого, седьмого тура уже где-то примерно будет ясно. И вот эти клубы, они будут бороться за медали все. У нас ждет интересный сезон. Очень интересный. Исходя из того, как вы сегодня показали шахтер, много проблем, которые стоит решить до начала чемпионата? Или всю компанию? Да нет у нас, что шахтер. Мы играли так, как мы играем обычно. В принципе, в своем, как говорится, стиле. Мы провели весь матч, а то, что не выиграли, там есть какие-то нюансы. Но они не то, что это проблема, а это просто недостатки вот этого времени, как бы начала сезона. А так, я думаю, у нас и футболисты нормальные, играть мы будем нормально. И мы, как бы, будем лучше, я думаю, использовать в будущем моменты, которые у нас будут. Мы их достаточно создали, в принципе, но не забили. Поэтому я не думаю, что какие-то большие проблемы у нас там с игрой есть. Все нормально. А корректировать это все время надо, после каждого матча. Господа, давайте поаплодируем за... До свидания.